Санкции, переходящие в блокаду. Война моторов. Мар. 13. 2015-8-43. Уже набила оскомину темой санкций. Все очевидны, что они бьют не столько по России, но и по Европе, а Украина в этом случае – вообще разменная монета. Чем дальше, тем все чаще звучат в Европе слова о бесполезности и даже вредности санкций против России. Бизнес стран Евросоюза несет убытки и долго не готов этого терпеть. Учитывая, что Россия на блеф не поддалась, логично сворачивать войну через поражение хунты. Как мы помним, еще осенью возникли серьезные проблемы с поставками двигателей для военной техники. Например, бронемашин «Дозорбая». Проблема была в том, что немецкие поставщики отказали поставлять для этой машины дизельные двигатели, под которые она была спроектирована. Глава правительства Яценюк в октябре заявил, что проблема будет решена уже в марте. И вот наступил март. Ситуация не только не улучшилась, но и стала катнострофической. Под разными предлогами поставлять двигатели украинским заводам отказались. МТУ, Мерседес Бенз, Дюйтс и Айвако. Подробнее. HTTP colon slash slash antifascist dot com slash. Санкции. Leave a comment. Read comments. 155.